А прямо в эти минуты в Москве вручают национальную спортивную премию. Приветствие участникам церемонии направил Владимир Путин. Всего будут названы 18 победителей в 11 номинациях. Их выбирала вся страна. Голосование велось на сайте Министерства спорта. За ходом церемонии следит моя коллега Мария Саушкина. И сейчас она на прямой связи со студией Вестей. Маша, здравствуйте. Кто к этой минуте уже получил престижную награду? Добрый вечер, Эрнест. В разгаре национальная спортивная премия. Вот только что наградили прославленного нашего хоккеиста, олимпийского чемпиона этого года в Пхенчхане Павла Дацука. Алина Загитова также стала лауреатом этой премии. Ну а тренером года Елена Вячеславовна Вяльба, которая буквально отстаивала наших спортсменов на этой олимпиаде, Станислав Саламович Черчесов, который зажег в детях футбольную искру. Вот министр спорта Павел Анатольевич Колобков рассказал нам, зачем и почему нужно стимулировать спортсменов и тренеров. Не только в гриме, вообще у спорта. Всегда у спорта есть обвиняющий мотив. Несмотря ни на что, несмотря ни на все сложности. Спорт – это, наверное, одно из самых прекрасных в жизни вещей, которые сильно объединяет людей, заставляет нас радоваться, получать удовольствие. Сегодня будем праздновать, сегодня будем отмечать. Дальше опять будем работать. Ну, сложностей, конечно, действительно немало в этом году выдалось, но все выдержали, все смогли и действительно показали прекрасные результаты. Награждали сегодня не просто спортсменов и тренеров, но и целые регионы. Так лучшими стали Казань, Санкт-Петербург, Красноярский край, спортивные школы из самых разных областей нашей необъятной Родины. Ну, и вот, что важно, всех номинантов и лауреатов определяли с помощью народного голосования. Это народные любимцы, ну, а, конечно, учитывали и мнение профессионального сообщества. Мы продолжаем следить за развитием событий. Маша, спасибо. О том, как в Москве награждают лауреатов национальные спортивные премии, рассказала Мария Саушкина.